Расскажу про следующий замечательный аналог классического числа Рамсэ. Называется двудольный числа Рамсэ. Двудольные числа Рамсэ. Двудольный граф это такая конструкция, в которой есть два множества вершин, не пересекающихся, скажем, V1 и V2. А рёбра графа проходят только между долями, между вот этими V1 и V2. Вот так. Любой такой граф называется двудольным. Ещё раз, граф называется двудольным, если множество его вершин разваливается на две отдельных доли, и все рёбра этого графа проходят только между долями. Две дольки. Двудольный граф. Девочки и мальчики. Да, вообще есть такая классическая задача, действительно, про паросочетание. Это когда есть множество молодых людей, есть множество девушек, и рёбрами мы соединяем, так сказать, того молодого человека с теми девушками, которые ему нравятся, или наоборот. Тех девушек с теми молодыми людьми, которые нравятся этим девушкам. Но там есть известная задача про то, можно ли по вот этим предпочтениям составить супружеские пары. Так, чтобы они не противоречили предпочтению. Это такой классический вопрос про двудольный граф. Можно ли составить супружеские пары. Так, чтобы вот здесь вот, и вот здесь вот рёбер не было. Бывает полный двудольный граф? Точно так же, как бывает обычный полный граф. Вот видите, в этом определении мы имели дело с обычными полными графами. Полные графы, это понятно. Треугольники, графы на четырёх вершинах, в которых проведены все возможные рёбра. Но полный двудольный граф, это, естественно, совершенно аналогичная штуковина. То есть, это граф, у которого между долями проходят все возможные рёбра. То есть, граф, который я вот здесь нарисовал, он двудольный, но не полный двудольный. А если я добавлю вот эти рёбра, вот это ребро, вот это, 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 вот это, а ещё вот это, ещё вот это, Господи, ну кажется, всё. То вот тогда у меня получится полный двудольный граф. Традиционное обозначение для полного двудольного графа, оно вот такое. К, большое, от слова полный, с индексами Н и М, где Н указывает на количество вершин в одной доле, а М указывает на количество вершин в другой доле. Сколько всего рёбр в полном двудольном графе с долями размера Н и М соответственно? Сколько рёбр? Сколько рёбр в полном двудольном графе, если вот здесь Н вершин, а вот тут Н вершин. Мне кажется, я страшный. Мне на самом деле кажется, что я такой прямо облако в штанах. вот, но судя по тому, что сейчас происходит, что-то другое у вас на луне. Так, рёдра, конечно. Так, господа, а поднимите руки, кто знает, что такое облако в штанах? Ага, один человек есть, второй, третий. А что такое облако в штанах? Поэма Маяковского. Совершенно верно. Это поэма Маяковского. Никакая не глупость, ребята. Просто был такой поэт в 20 веке, он написал поэму, которая так и называлась облако в штанах. Нет, но я, честно говоря, не думаю, что кто-то счёл этого сказок не глупости. Нет, но они могли подумать о чём-нибудь совсем другом. Ну да, могли подумать, что я просто развлекаюсь. Да, да, да. Рёдер, конечно, Н умножить на М. Просто каждая из Н вершин с верхней доли и каждая из М без нижней доли соединены, но это простейшее правило комбинаторики, что надо перемножить. Каждую из Н вершин можно, разумеется, Н умножить на М способами. Вот это вот, конечно, важно понимать, иначе дальше мы не двигаемся. Двудольное число РАВСЕ принято обозначать буквкой Б. Ну, на самом деле, можно сообразить, Р большое, которое у нас на коричневой доске, оно просто происходит от фамилии РАВСЕ. А буквка Б происходит от английского слова двудольный, которое по-английски будет байпартайт. Байпартайт. Двухчастный, двудольный. Наименьшее такое натуральное число Н, то при любой раскраске, при любой раскраске рёбер полного двудольного графа КНН, то есть полного двудольного графа с дарями одинакового размера Н, это вот это самое Н, при любой раскраске рёбер КНН в красный и синий цвета, красный и синий цвета, либо найдётся полный двудольный подграф КСС, у которого в серёбра красные, в серёбра красные, либо найдётся полный двудольный подграф КТТ, у которого в серёбра синий, либо найдётся КТТ, у которого в серёбра синий. Согласны вы, что это очень похоже по определению, На то, что у нас было до сих пор. Но только вместо полного графа ребра, которого нужно красить, берется полный двудольный граф, и его ребра также точно красятся в красные и синие цвета. Итак, как вам кажется? Давайте проголосуем. Кто за то, что здесь ничего нового интересного не будет? Хороший вопрос, да? Нет, все, конечно, за то, что будет интересно. Зачем бы я сюда пришел? Да, конечно, несмотря на то, что это определение очень похоже на классическое определение числа Рамсея, здесь есть довольно забавная своя специфика. Тем не менее, начну я рассказывать про эти числа как раз с того момента, в котором они абсолютно похожи на классические числа Рамсея. То есть вопрос не был ни в коем случае провокационным. Я не хотел сказать, что если вы ответите, что вот, как-то они похожи, вряд ли что-то будет интересное, то это способ отделить тех, кто хочет как-то меня расстроить, от тех, кто наоборот хочет меня удержать. Понятно, что подобной цели у меня не было. Действительно, в некоторых аспектах задача, о которой я сейчас буду говорить, весьма близка к задаче про классические числа Рамсея. В то же время, в некотором отношении она очень нетривиально, сходной задачей отличается. И в этом большой интерес современных математиков, комбинаторщиков именно к такой постановке. То есть, на самом деле, товарищи, не думайте, что я вам рассказываю какие-то искусственные вещи, которые могут быть интересны только школьникам. Напротив, это передний край науки. То есть люди вот этим занимаются совершенно серьезно. Это люди в университетах, в научных институтах.